Телеканал «Самара ГИС» совместно с ветеринарным центром «Флагман Вет» продолжают уникальный проект «Зоопатруль». Мы рассказываем о животных, попавших в непростые ситуации, и о людях, которые им помогают. Съемочная группа нашего телеканала выезжает вместе со спасателями, а также навещает четверногих друзей, проходящих лечение. В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 9 лет работы сотрудники центра «Флагман Вет» спасли сотни животных. Сотни приютили. В этот раз «Зоопатруль» расскажет, как помогают собакам с переломами конечностей – одно из самых распространенных травм уличных животных. Клепа заново учится ходить. Почти полгода собаку лечит в ветеринарном центре, куда она поступила с переломами сразу трех лап. Множественными ранами и тяжелым инфекционным заболеванием – энтеритом. Сотрудники службы спасения ветцентра забрали ее с территории Кировского рынка после звонка неравнодушных горожан, обнаруживших травмированное животное. Скорее всего, клепу сбила машина. Путь ее лечения долгий. Сначала три недели боролись с энтеритом, потом взялись за восстановление конечностей. У нее была сломана, если я правильно помню, вот эта лапа и вот эти две. Там были открытые инфицированные переломы, то есть не упорчали в области предплечий. Первым этапом было принято решение прооперировать лапы и поставить туда спицы. Это не отработало, костная мозоль не образовалась, поэтому нам пришлось переделывать каждую лапу и ставить аппараты Элизарова. Способ со спицами нам помог собрать только заднюю лапу, а переднюю пришлось переделывать. Клепа перенесла множество дорогостоящих операций, за что получила второе имя – Бентли. Но установленные конструкции дали собаке шанс восстановить подвижность конечностей. Если кости правильно срастутся, клепа сможет вновь полноценно передвигаться. У клепы есть ангел-хранитель, волонтер, который навещает собаку в госпитале. Гуляет и угощает лакомствами. Помогает с транспортировкой на приемы к травматологу-хирургу. Но желающих после лечения забрать эту собаку домой пока нет. Я уверена, что через какое-то количество времени она сможет уже снять все свои аппараты и двигаться уже полноценно. В целом, какие-либо травмы конечностей для собак, проживающих на улице – это одна из самых распространенных травм. Получить ее можно различными способами. Самый частый вариант – это автотравма. Следующая категория – это если собака куда-то упала, где-то застряла, например, запуталась, не смогла выбраться в нужный момент. Так она может даже не просто сломать, а именно потерять конечность. Есть еще варианты более редкие. Это если, например, собака забывает поезд. И, как ни удивительно, после таких травм тоже можно выжить. Эта пациентка поступила в ветеринарный центр недавно с переломом лучевой кости. Ей помогла Анастасия, обратившая внимание на собаку, которая держала лапу на весу. Видела, что бегает собака, потому что у нас так непривычно. Подошла, покормила ее, увидела, что сломана лапа. Спустя часа два, наверное, она оказалась также здесь. Решила позвонить в приют, спросить, как быть. Стало очень жалко, поэтому стала думать, что делать, как спасти. Иначе, мне кажется, она бы умерла здесь. Только за последние два дня в ветеринарный центр поступило несколько собак со сломанными конечностями. Среди них щенок Серый, которого переехал трактор. У него множественные переломы, в том числе тазовых костей. В результате образовалась кишечная грыжа, которую экстренно прооперировали. Пациент находится на интенсивной терапии. Предстоит долгий путь лечения. Есть ситуации, когда сломаны, например, все три конечности. Остается одна всего цельная. И это, конечно, одни из самых сложных ситуаций. Когда животное тяжело реабилитируется, оно находится в лежачем положении очень длительное время. Эти переломы собираются многоступенчато. Также в группу риска входят открытые переломы. Потому что, как правило, у бездомных собак они сразу же инфицируются. Есть определенная группа переломов. Она тоже очень сложная. Это переломы таза, тазовых костей. Очень непредсказуемая, очень непростая. Есть многооскольчатые переломы таза. Есть перелом таза с сильным смещением. Чем они опасны? Таз у нас очень сильно ограничен с внутренними органами, с брюшной полостью. Ветеринарный центр сталкивается с лечением переломов постоянно. И в большинстве случаев таких пациентов удается реабилитировать. Желающие стать хозяевами собак или кошек могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагман Вет» по телефону 8 961 387 93 12. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы.